Ага, у нас частный двор, куда едем? На мне, вот. Двор прямо в центре города, в час пик становится местом притяжения автомобилистов. Жителей дома такая ситуация не устраивает. Елена Жулёва уже несколько лет борется с нарушителями. Только недавно ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Мы провели межевание, взяли землю в собственность, и теперь мы хотим установить шлагбаум. Сейчас, в данный момент, у нас идёт оформление документов. При проектировании города не планировалось такое количество автомобилей. Сейчас оно составляет 75 тысяч зарегистрированных транспортных средств при населении в 92 тысячи человек. При таком огромном количестве необходимо воспитывать культуру дорожного движения. Важно помнить, что не каждый из нас водитель, но каждый из нас пешеход. В мире накоплено достаточно много практик по управлению в городе, местами для парковок, разграничения маршрутов и так далее. И, по сути, сейчас у нас это всё только на начальном этапе. Та же самая Европа этим серьёзно начала заниматься 20-30 лет назад. По итогам недавнего опроса «Магадан-Медиа», 63% жителей хотят видеть в своём дворе клумбы и парковки. Но благоустройство и комфорт зависят не только от органов власти, но и желание граждан сделать среду вокруг себя максимально благоприятной. Парковки в магаданских дворах после рабочего дня скорее напоминают популярную игру в тетрис. Дело осложняется жителями, которые считают определённое место только своим. Например, здесь установили даже специальные таблички, хотя по закону не имеют права. Парковка в неположенном месте может стоить водителю 6 тысяч рублей. Помочь правоохранительным органам могут и магаданцы. Достаточно позвонить в административно-техническую инспекцию мэрии. Заявление необходимо отразить. Данные заявителя – это фамилия, имя, отчество, контактные данные для обратной связи, также место, дату совершения административного правонарушения и время. Транспортное средство, на котором совершено административное правонарушение. И при наличии фото или видеозаписи совершённого нарушения необходимо приложить её к заявлению. Автолюбителю необходимо помнить, что при покупке машины нужно сразу подумать, куда её ставить – арендовать место на стоянке или приобрести гараж.